МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА По информации на 10 часов вечера 20 ноября в области Абай проголосовало 18,18% избирателей. При этом молодежь области проявила особую активность. Каждый избиратель голосовал за будущее страны, каждый хочет, чтобы Казахстан развивался. Сегодня общественники области поделились мнениями по поводу выборов. Главный итог прошедших выборов, на мой взгляд, это единство казахстанцев. Новая графа в бюллетнях, графа против всех, она не разобщила наше общество, а наоборот, позволила определенной части выразить свое альтернативное мнение, но демократичным и конституционным путем. Это наша уверенность в завтрашнем дне. Это политическая культура, это гражданская зрелость. Это наш выбор, и он направлен на единение для строительства справедливого Казахстана. По результатам эксид-пол, проведенного региональным исследовательским международным институтом «Открытое общество» по заказу телерадиокорпорации «Казахстан», 82,45% избирателей на внеочередных президентских выборов 20 ноября проголосовали за кандидата Касымжо Марта Тукаева. Мне, например, сейчас 75 лет. Теперь я не знаю, приду ли я на выборы через 7 лет, доживу ли я до этого момента или нет. Но на этот раз народ спокойно пришел на выборы и, думая о будущем нашей страны, отдал свой голос. Вчера еще шел снег, была чудесная атмосфера. Было ощущение, что летает много красивых белых бабочек. Было такое настроение. Каждый сделал свой выбор, и я в том числе. Я думаю, что я сделал правильный выбор. Общественники отмечают, что выборы объединили население, потому что их голосами был определен глава государства. Общественность, вновь созданной области Абай, надеется, что после выборов будет много позитивных изменений. Под председателем Акима области Нурлана Уранхаева состоялось первое заседание Межведомственной комиссии по противодействию коррупции области Абай. В ней приняли участие представители антикоррупционной службы Акиматов районов, городов и области. Первым на заседании была обсуждена проблема пассажирских перевозок. Как известно, в 2021 году были заключены договоры на организацию внутригородских пассажирских перевозок СТУО «Автотранссемей», «Семавтопарк» и «Токсомоторный парк». В своем выступлении руководитель областного департамента Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции Адильхан Сабуров отметил, что по условиям договора город-семей должны обслуживать всего 290 автобусов. Однако, по сведениям отдела пассажирского транспорта, Акимата города в настоящий момент на линию выходит всего 180 автобусов. Однако при этом из бюджета в текущем году на субсидирование маршрутов выделено более 2 миллиардов тенге. По сведениям местно-испортного органа, одной из причин нерегулярного движения автобусов является нехватка водителей. По информации административной полиции, на территории нашей области с 2000 года было выдано более 6000 водительских удостоверений категории D и D1. И это не считая количества ранее выданных удостоверений. Мы считаем, что нехватка водителей не является основной причиной. Другой вопрос, почему они не идут к ним работать. Что заработная плата их довольно низкая, в среднем не превышает 200 тысяч тенге в месяц. Адильхан Сабуров предложил организовать перевозчикам социальные рабочие места с субсидированием их заработной платы, а также применить штрафные санкции к перевозчикам за несоблюдение условий договора. Касательно данной проблемы, заместитель Акима области Абай Дмитрий Гариков отметил, что в целях увеличения заработной платы водителям будут производиться перерасчет субсидий на 2023 год. Также, по его словам, ежедневно в ремонте находится в среднем около 40 автобусов. По информации автоперевозчиков, работа по привлечению водителей проводится регулярно, в том числе в связках массовой информации, радио, газеты и так далее. При изучении проблем организации перевозок установлено, что основными причинами недовыпуска автобусов на линию является Это первая нехватка водителей категории Д и Д1. Дефицит составляет более 200 человек. Средняя заработная плата водителей составляет 243 тысячи тенге, кондукторов 160 тысяч тенге. При этом выплачивается премиальным водителям в размере 30%, кондукторам в размере 20%. Он также добавил, что согласно информации перевозчиков, на 2023 год планируется приобретение 105 автобусов. Далее в рамках заседания были обсуждены проблемы некачественного ремонта дорог. Ранее на страницах социальных сетей распространялось видео, где жители Урджарского района жаловались, что 19 ноября в селе Куктирек во время снегопада активно проводилась работа по укладке асфальта на мокрую дорогу. По данному инциденту с информацией выступил заместитель районного Акима. Данная работа приостановлена. По какой причине вы выделяете 140 миллионов тенге? Мы выделили 140 миллионов тенге ТО «Ярус» авансом. Проект стоит 150 миллионов тенге. Как вы можете выплатить 140 миллионов авансом объекту стоимостью 150 миллионов тенге? Тем более работа не ведется. Далее об основных причинах некачественного ремонта дорог также рассказал Аким Бородулихинского района Ахмедкали Нургожин. В завершение заседания было отмечено, что все предложения будут внесены в протокол для дальнейшего рассмотрения и принятия решения. Одна из желающих пройти обучение по программе «Бастал бизнес» и начать свое дело – многодетная мама Гульнар Мальчебаева. Мастер, с раннего возраста любит шить. Мечтая связать с этим свою профессию, она изучила механизм открытия бизнеса, получила сертификат и защитила проект. Это была моя мечта, это была моя цель. Я к этой цели долго шла, пока все обдумывала, разрабатывала, как это будет в будущем, как это выглядеть будет. Получив одобрение на этот грант, защитив грант, получив одобрение на этот грант, мне поступили деньги в размере 400 МРП, миллион двести двадцать пять тысяч. На них приобрела вышивальную машинку, то, что труднодоступная, дорогая вещь, парогенератор и оверлок, то, что мне необходимо было. Многодетная мать приобрела необходимое оборудование и открыла небольшую мастерскую возле своего дома. Теперь она планирует принимать заказы и обучать детей швейному делу. Ранее государственный грант составлял 200 месячных расчетных показателей. Позже, по поручению главы государства от 11 января 2022 года, он вырос до 400 месячных расчетных показателей. Вот она, многодетная мама, открыла бизнес у себя дома. Раньше получала адресную социальную помощь, а теперь, не получая помощи от государства, собирается обучать наших девочек своему делу. Среди тех, кто получил безвозмездный грант от государства в размере 1 миллиона 225 тысяч тенге, Валерия Кокенова и Айгуль Канафина. Одна из них открыла небольшое кафе и приобрела оборудование для приготовления кондитерских изделий. Благодаря государству получила грант для развития своего бизнеса. Кондитерки. Я люблю печь торты домашние. Валерия Кокенова планирует приобрести печь, миксер, весы, необходимые для приготовления сладостей. В ближайшее время грант будет переведен на расчетный счет. А Айгуль Канафина уже приступила к ведению бизнеса с помощью средств гранта. Вот мы открываем небольшой бизнес. Некоторые говорят, что нет поддержки со стороны правительства, но они ошибаются. Каждому человеку могут оказать помощь. Если человек умеет работать, есть поддержка, то нужно знать, как действовать и браться за дело. Айгуль и Лера уже долгое время говорили, что откроют бизнес. Они много работали. Мы желаем им успехов. Пусть их дела идут в гору. Государственные безвозмездные гранты предоставляются на приобретение необходимого оборудования – скота, птиц, саженцев и семян для желающих начать бизнес. В этом году по нашему региону выдан 201 грант на сумму 246 миллионов тенге. Из них молодежи выделили 117 миллионов тенге и социально уязвимым категориям граждан – 128 миллионов тенге. Ботогозь Дандыбаева, Нургуль Садыкова, Айду Саид Калиев, Телеканал Семей. Бесплатная юридическая помощь была оказана гражданам, которые относятся к социальной категории. В их числе – алименщики, кондацы, лица с инвалидностью, пенсионеры по возрасту, многодетные и малобеспеченные семьи. Данное мероприятие было организовано в Центре занятости населения совместно с Департаментом юстиции. В ходе встречи юристы, адвокаты и частные судебные исполнители проводили бесплатные консультации. Встреча проводится в целях повышения юридической грамотности населения. Здесь не только сотрудники органов юстиции, но и участвуют адвокаты. Частные судебные исполнители оказывают полную юридическую помощь населению. Согласно статье 26 Закона Республики Казахстан об адвокатской деятельности и юридической помощи, право на бесплатное получение, гарантированное государством, юридической помощи в виде правового информирования имеют все физические и юридические лица. Вопросы у населения были разного характера. Если кого-то интересовало, как решить проблемы в получении социальных выплат или алиментов, то у других были вопросы, касающиеся трудоустройства или государственных грантов для самозанятых. Узнала я об этой консультации вчера от своего консультанта, от Олжан. Она позвонила, сказала, что будет такая консультация, пригласила. Я пришла, задала свои вопросы касательно юридических, и адвокат помог, юристы, частные судебные исполнители. Мне помогли, мне объяснили, куда мне обратиться и к кому. Все объяснили хорошо, я поняла, все мне понравилось. Теперь я буду знать, как это все бывает, как делать надо. Стоит отметить, что данные мероприятия в области Абай проводятся впервые. По словам организаторов, в дальнейшем планируется проводить такие встречи ежеквартально. Айнур Хасамиль Жамакзумов, телеканал «Семей». 24 ноября 2022 года в рамках республиканского командно-штабного учения ХС-2022 на прилегающей территории стадиона «Спартак» проведен осмотр техники служб гражданской защиты и сводного отряда экстренного реагирования области Абай, а также формирования гражданской защиты. На построении была проведена готовность и оснащенность личного состава и техники к предстоящему зимнему периоду. Республиканские командно-штабные учения пройдут в период с 24 по 25 ноября. Эти учения проводятся в рамках подготовки, скажем так, нормального прохождения сеннего периода. Основное назначение учения – это проведение смазательных операций, связанных с ситуациями, возникающими на дорогах нашей области, в первую очередь, и, соответственно, связанных с аварийными ситуациями, чрезвычайными, это на объектах теплооснабжения, водоснабжения и так далее. По окончании построения проведена тактика «Специальное учение». Данные учения проводились на трех учебных местах. Согласно замыслу, 16 января 2023 года в 9.00 часов на территории области Абай выпал снег выше ежемесячной нормы с сопровождением северного ветра 10 метров в секунду с порывами 15-20 метров в секунду, в результате которого на автомобильной дороге Семей-Усть-Каменогорск образовались переметы. Произошло скопление 45 единиц различной техники с пассажирами со стороны города Усть-Каменогорск. Проезд в сторону города Семей невозможен. Заложниками снежного бурана остались 143 человека, из них 40 детей. Также непосредственно мы будем сейчас проводить тактика «Специальное учение», где будем проверять готовность сил и средств при заносе в зимний период. И помимо этого будем проверять УВК-пункт для приема УВК-пунктов населения. Также на сегодняшний день у нас развернут оперативный штаб на территории департамента по учреждению области Абай, где будет теоретически проверяться готовность всех служб гражданской защиты в области Абай. В рамках учения спасательные службы прибыли на место происшествия, оказали первую помощь пострадавшим, которые длительное время находились на морозе. Затем гражданские были доставлены в теплое помещение, где им удалось подкрепиться и согреться горячим чаем. Далее в здании департамента по чрезвычайным ситуациям области Абай прошла встреча ответственных лиц, где было обсуждено прохождение республиканского командно-штабного учения КАЗ-2022. На сегодняшний день, к зимнему периоду, служба дорог и мостов готовность стопроцентная. Участки определены, имеются 22 участка по нашей области. По итогам первого дня республиканского командно-штабного учения КАЗ-2022, тактика специального учения прошла успешно. Сотрудники спасательных служб области Абай продемонстрировали полную готовность к зимнему периоду. Напомним, республиканские командно-штабные учения КАЗ-2022 завершатся 25 ноября. В этом году исполняется 30 лет вооруженным силам Республики Казахстан, а также 4 года со дня образования Республиканского общественного объединения детско-юношеское военно-патриотическое движение ЖАЗ-Сарбаз. В честь знаменательной даты управлением образования области Абай и региональным командованием ШГС была организована выставка «Отан-Эскер ЖАЗ-Сарбаз». Прошел военно-патриотический форум ЖАЗ-Сарбаз. В мероприятии приняли участие около 300 учащихся из городов и районов области. Был форум тогда... Этот форум будет продолжен в специализированном мужском лицее ЖАЗ-Сулан. В послеобеденное время будут знакомиться с жизнью жасулановцев. Будет проводиться собрание с военными. Сейчас в 213 школах создано движение ЖАЗ-Сарбаз. Всего в его составе более 4300 воспитанников. Главная цель форума – продолжение преемственности поколений через развитие военно-патриотического движения ЖАЗ-Сарбаз, повышение престижа вооруженных сил, воспитание молодежи, быть настоящим защитником своей страны в духе патриотизма. ЖАЗ-Сарбаз проводится вот уже 4 года, в рамках которого мы учим нашу молодежь патриотизму. Я считаю, что эти военно-патриотические мероприятия вносят большой вклад в воспитание молодого поколения. В ходе форума юные солдаты совершили экскурсию по музеям, осмотрели технику на площадке гарнизонного дома офицеров. Воинские части организовали выставку военного оружия и образцов военной одежды. Специально приехал из Курчатова в город Семей. Приехав сюда, посмотрел концерт, также научился стоять в строю, собирать автомат. Я получил хорошее впечатление. Военная специальность – это профессия, которая под силу не каждому. Она требует смелости и определенных умений. По словам организаторов, такие мероприятия, направленные на формирование патриотизма у молодежи, планируется проводить и в дальнейшем. Айнур Хасам, Шугла Султан Махмудова, Нурлан Урозалин, Телеканал Семей. Сейчас по городу Семей в очереди на жилье стоят 13 377 человек. Из них 1350 многодетных матерей. С начала года 128 человек уже получили ключи от квартир. Из них 32 многодетные матери, 25 детей, оставшихся без попечения родителей и 78 граждан из социально уязвимых слоев населения. Быстрее какая очередь продвигается, это именно очередь многодетных семей, потому что ежегодно им выделяется жилье. Им выделяется жилье, мы выделяли им ИЖС, индивидуальное жилое строительство, это в поселке Комсомольске, в поселке Ушахтар. И также выделяет им каждый год, соответственно, их очередь движется быстрее. Если же говорить про очередь бюджетников, то, соответственно, она не двигается. Почему? Потому что бюджетники в основном приобретают жилье по линии банка. Сейчас в области Абай сдаются квартиры по двум направлениям. Это Бахтот Басы и Аскери Баспана. По словам руководителя жилищной инспекции, сейчас в целях обеспечения жильем молодежи области планируется реализация программы, нацеленной на молодежь. Потому что очередь многодетных матерей и граждан из социально уязвимых слоев населения движется, а остальным приходится ждать. Эта программа будет способствовать продвижению очереди. Мы на сегодняшний день разработали программу по нашей области. это Абай Жастары от 18 до 35 лет будет принимать участие. То есть специалисты, молодые семьи от 18 до 35 лет. В основном это будет из числа очередников. То есть те, кто имеет платежеспособность хоть какую-то, потому что программа будет проходить через совместно наша программа, общая совместно с отбасы банком. Нужно будет иметь первоначальный взнос 10%. Остальную часть также будет по низким процентам предоставляться. Это программа именно для молодежи. При поддержке отбасы банка теперь по программе ОСЮМ и 5-10-20 жители области могут встать в очередь на жилье. А для запуска программы Абай Жастары необходима поддержка Акимов области и городов. Этот вопрос будет поднят на предстоящей сессии городского маслехата, сказала руководитель отдела жилищной инспекции. В семье более 28 тысяч человек стоят в очереди на получение земли. Об этом на брифинге в региональной службе коммуникации сообщил руководитель управления сельского хозяйства и земельных отношений области Абай Анзо Рабаев. По его словам, для индивидуального жилищного строительства по семею предусмотрено 12 жилых массивов общей площадью более 4,5 гектара. В настоящее время жилые массивы разделены на три этапа для обеспечения их строительства инженерными и коммуникационными сетями. Это зоны застройки, обеспеченные инженерно-коммуникационной инфраструктурой. На сегодняшний день эти два жилых массива у Шахтары и Комсомольской. Второй этап – это зоны, требующие организации инженерно-коммуникационной инфраструктуры. Это жилой массив АХСАЙ. И на третий этап – это зоны, требующие обеспечения разработки проектно-сметной документации И далее непосредственно строительство инженерных сетей. Это еще 9 жилых массивов в городе Семей. В ходе брифинга также были озвучены запланированные строительные работы на левом берегу города. По словам руководителя отдела сельского хозяйства и земельных отношений области Абай, в этом плане предпринимаются необходимые меры. Семейным планом города Семей предусмотрена застройка левобережной части города вдоль набережной. Имеет место быть. На сегодняшний день проект ПДП, насколько я знаю, разработан, имеется. Застройка по аналогии с тем, как мы осваиваем правую часть города, будет таким же образом происходить левая часть, но с учетом, как мы уже оговорились, плотности застройки, чтобы не получалось той ситуации, когда у нас кругом частные жилые дома и на 10 сотках возник какая-то пятиэтажная застройка. Также Анзор Абаев сообщил, что в этом году 478 очередникам планируется предоставить землю для строительства индивидуального жилья в поселках Ушактар и Комсомольский. Сейчас выдано 75 земельных участков, а остальные находятся в процессе оформления. Ярослав Дюсимбеков, Шаула Султан Махмудова, Нурлан Уразалин, Телеканал Семей. Автомобилисты нашего города пожаловались на качество дорожной разметки. По их словам, из-за неправильно нарисованных полос возникают пробки. Чаще всего такое происходит на пересечении проспекта Шакарима и улицы Дулатова, и на пересечении улиц Каюма Мухаммедханова и Кабамбай-Батыра. Кроме того, зимой дорожную разметку не видно. Водители нередко задаются вопросом, будут ли штрафовать тех, кто ехал неправильно из-за невидимой разметки. А стоп-линии, которые новые сделали, они уже плохого качества, они уже много где поотлетали, вот эти вот наварные, как они по новым технологиям сделаны. Зимой в любом случае их не будет видно, потому что так как у нас дороги чистят плохо, фактически у нас их зимой не чистят. В прошлый год не могу сказать, что их не чистили вообще. Разметки не будет видно, а установленные камеры Сергея, если я начну читать все эти штрафы, люди просто останутся все наказанные. Из-за снега не видно, наверное, с этим будут трудности. Сейчас пока нормально. Думаю, правильно, что есть разметка. Ой, в зимнее время это проблема. Закрытые полосы их не видать, и всегда водитель виноват. Это, если знака нет, разметка, что там разметка есть, то обязательно залетишь на штраф. Или знак должен стоять, что там разметка такая стоит, там сплошная, или двойная сплошная, или все. А так в летнее время в разметке все устраивают, знаки нормально, все видно. Стоит отметить, что в зимний период водители не будут штрафовать, если на поверхности дороги не было видно разметку, и водитель, сам того не зная, нарушил правила дорожного движения. По словам инженера отделения дорожно-технической инспекции, отдела административной полиции, управления полицией города Семей, установленные камерой Сергек выявляют нарушения только в четырех местах. На сегодняшний день фиксация правил дорожного движения в плане дорожной разметки производится на четырех участках улиц города. Таких, как улица Абая, там два участка работают, и улица Бостаева два участка. Согласно государственного стандарта Республики Казахстан, на участках дорог, где дорожная разметка, определяющая режим движения, трудно различимая, снег, грязь и тому подобное, фиксация нарушений производится не будет. То есть на выше указанных четырех участках в зимний период фиксации нарушений не будет. Однако при наличии соответствующих дорожных знаков, таких как 533 стоп-линия на перекрестках, водитель обязан придерживаться правил дорожного движения Республики Казахстан, и фиксация на данных участках будет производиться. По словам стражей правопорядка, за нарушение пересечения дорожной разметки, которую не было видно в зимнее время, штрафовать не будут. Однако это не значит, что к правилам безопасности дорожного движения можно относиться небрежно. Скоростной режим также нельзя нарушать, надеясь быстро добраться до места назначения. За это нарушение предусмотрен штраф. С начала года в области выявлено 50 фактов, связанных с наркопреступностью. 9 из них связаны с продажей синтетических наркотиков. Кроме того, стало известно о причастности молодых людей в возрасте от 18 до 30 лет к преступлениям, связанным со сбытом синтетических наркотиков. Они также отмечают, что сейчас в нашем городе растет и реклама наркотиков. При этом предпринимаются все необходимые меры. На сегодняшний день по области Абай, в частности в городе Семей, сотрудниками Управления по противодействию наркопреступности закрашено более 110 граффити-надписей совместно с волонтерами, а также неправительственными организациями. Наркосайты направлены на блокировку. Также сотрудники полиции отметили, что лица, причастные к наркопреступлениям, будут привлечены к ответственности. В том числе распространителям незаконной рекламы наркотиков и создателям граффити грозит до трех лет лишения свободы. Также хотим напомнить, что сбыт, переработка, изготовление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов посредством сети интернет, предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 15 лет с конфискацией имущества. Торговля наркотиками – это не только серьезное преступление, но и большой вред для здоровья человека. Врачи-наркологи также отмечают, что зависимость от веществ приводит к тому, что человек начинает болеть различными заболеваниями. А коварство в том, что очень быстрая привязанность и зависимость организма от этого вида наркотиков. При этом мы узнали мнение горожан о том, как они относятся к зависимостям. Оказалось, что они также обеспокоены тем, что наркомания угрожает здоровью будущих поколений. Лично я категорически против наркотиков. Хотелось бы, чтобы в Казахстане не было наркотиков и чтобы запретили их торговлю. Участковая полиция должна заниматься этим. Не только они, но и все должны бороться с проблемой употребления психотропных веществ, так как у нас должно быть здоровое поколение. Не должны совершать подобные нарушения. Я против таких действий. Молодежь просто думает, что попробует только один раз, потом бросит. Однако потом это превращается в большую проблему. Сейчас сотрудники полиции принимают все необходимые меры для борьбы с наркопреступностью. В том числе среди школьников и студентов регулярно читаются лекции, дается информация о вреде наркотиков. В этом году исполняется 150 лет со дня рождения учителя нации Ахмета Байтурсынова, который стал духовным лидером казахов. Сейчас в его честь снимают фильм под названием «Последний приговор». Наша съемочная группа приехала в село Жиланды без Карагайского района, где проходят съемки «Последнего приговора». К слову, съемки фильма уже близки к завершению. Сюжет охватывает весь период жизни Ахмета Байтурсынова. Режиссеры фильма – Ерлан Нурмухамбетов и Ерген Токмузин. Мы снимаем фильм уже почти год. Сейчас близки к завершению. В феврале 2023 года зрители смогут увидеть фильм. Главная цель съемок – показать зрителю, что у Ахмета Байтурсынова было очень много проблем. И мы придаем этому большое значение. Роль Ахмета Байтурсынова доверена заслуженному деятелю Казахстана Азамату Сатыбалды. Актер, который ранее представлял Ахына Мукагали, серьезно относится к своей новой роли. Конечно, согласишься на такой проект, потому что это другой статус. Был страх, как донести эту роль до зрителя. Но думаю, я справился. Аняр Молдобаев, роль которого я исполнил, был активным членом движения Алаш. Был современником и подопечным Абая. Работал в банке. В этом эпизоде Ахмету Байтурсынову помогали выбраться из тюрьмы. Интеллигенция нации была верна своим мечтам и делала все ради страны. По словам творческого коллектива, исторический фильм должен дать зрителю много интересного. Кинокартина «Последний приговор» выйдет на большие экраны в наступающем году. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...